Привет друзья! В этом видео я покажу как настроить на андроидах, на примере своего смартфона Huawei, функцию отображения точки нажатия на экран. Это может быть очень полезно для тех, кто показывает и рассказывает как что-нибудь делать на телефонах. Если просто записывать звук и видео с экрана, зрителям не видно в какую конкретно точку, пункт меню или иконку мы нажимаем. Такие видео получаются не очень наглядными, а соответственно не очень удобными. Зрителям приходится просматривать и прослушивать их по несколько раз, чтобы сделать то же самое на своем телефоне. Конечно, дорисовать точки, которые мы нажимаем на экране смартфона, проще простого в любом видеоредакторе. Но это лишняя работа и затрата времени, достаточно большого, если у вас не самый мощный компьютер. Давайте я покажу как активировать функцию, при которой андроид сам будет дорисовывать точки нажатия на экран и доделывать что-то в видеоредакторе попросту не придется. Находим на своем телефоне иконку с надписью настройки и нажимаем на нее. Кстати, именно здесь я дорисовал, куда я нажимаю, потому что функция отображения нажатия пока что не активирована. Спускаемся вниз и нажимаем пункт меню о телефоне. Здесь нам нужно найти номер сборки и нажать очень быстро несколько раз, может быть даже раз 10. Телефон попросит для подтверждения этого действия ввести пароль разблокировки экрана и после ввода покажет нам вот такое сообщение, что мы теперь стали разработчиками. Возвращаемся в предыдущее меню и выбираем пункт системы обновления. Здесь мы нажимаем для разработчиков. Кстати, пока вы не стали разработчиком, выполнив предыдущую последовательность действий, этот пункт меню вы не найдете, он не отображается обычным пользователям. Нам осталось только спуститься вниз и передвинуть флажок напротив надписи «Показывать нажатие». Теперь любые касания экрана будут отмечаться вот таким кружочком, который, естественно, будет виден нашим зрителям. Если кому-то это может пригодиться, можно еще передвинуть флажок напротив надписи «Местоположение указателя». В этом случае точные координаты по XY-точке касания будут дополнительно отображаться наверху экрана, вот здесь. Также мы сможем видеть площадь касания и силу нажатия на экран. Когда все это станет нам не нужно, достаточно нажать «Сброс настроек» в этом разделе меню, и телефон вернется в свое исходное состояние. Как вы видите, после сброса настроек раздел для разработчиков из меню исчезает. Чтобы он снова появился, придется повторить все шаги с самого начала. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на канал Redline, где вы найдете много интересного и познавательного. До скорых встреч на нашем канале! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова